То, что Беларусь за последние дни изменилась, видовочно каждому. Конфликт погляда в супростоянии граждан и силовых структур, обострение внешнеполитических относин. Все это делает атмосферу напряженной. Даже тех, кого никогда не цикавила политика, сейчас по-соправдному турбует лес страны. Люди губляют уверенность своим будущим, и они ускваливаны. Как найти выход из этого становища? Наша здымочная группа испытала у хамельчан с активной гражданской позицией. Мужчина и маленький хлопчик, які в спекотный вечер понеделка стояли у центра Гомельской площади Ленина, прытягнули увагу усих, хто проходил и проезжал поблизу. Дорослый демонстрант неохвотно выходил на контакт, але махчим ожидание ствердить свою позицию подштурхнула на диалог с журналистами. Мужчина представился как Сергей. Живе и працюе у Гомеле. Побач зым – его сын. Пришел сюда, каб выказать грамадству свою занепокоенность ситуации у Беларуси. И он лечить. Протести по всей стране – это кавардак, с которым нужно разобраться. Действующий президент выиграл эти выборы. Я не буду говорить, с каким перевесом. Это я знаю, что выиграл. Кроме того, я защищаю здесь свою родину. Я знаю, какая внешнеполитическая обстановка. И я уверен на сто процентов, что именно хотя бы эти ближайшие пять лет действующий президент приложить все усилия, чтобы защитить мою родину. Крыху поздней до акции долучились однодумцы Сергея. Демонстрация никого не покинула Абыяковым. До их подыходзели люди, задавали пытанни. Нікаторые спрачалися. У кожного свая правда, аргументы і разумення процесаў, які адбываюцца ў країне. А двародны бок медаля – людзі, які праймаюць ў делу протестах. Яны розная. Молоті пенсіонеры, праграміста і рабочая, але іх аб'ядновуе цэлы шарых пытанняў. Я с 9-го числа не могу нормально спаць. Я читаю новаці, мне хочацца плакаць. І это очінь больно на это все сматреть. Я хочу, чтобы это, наконец, прекратилось. Конфликт грамадзянскіх пазіцэй ў чымсці парадаксальны. Супрацлеглые меркавані і арэнтіры здаецца як паралельной лініі. Ніколі не перасякуцца. Прагэтам ёсць важны альменты, які аб'ядновуюць палярныя пагляды. Любоў дароднага краю і шырая трывога за ее будучыню. Житё показывая, у незалежності от политычных поглядов, большість беларусов не хоча вырошат існуючае проблеми силой. Яны разумеюць. Провокация і незаконные дейні не допомогуть країне. Гвалты ганені ніколі не аб'яднаюць народ. Последнее время все чаще появляюцца сообщіня о том, що учителя, які участвували в избирательной кампании, силовіки, які, возможно, не принимали непосредственного участия в разгоне протеста, подвергаются травле. Що вам об этом скажете? Як ти це прокомментируєш? Я б... С моєї сторони я б такого не допустила. Я знаю, що мої друзі так не делают. Єсть люди, які, видимо, так думаю, що це правильне выраження своїх чуств, але я лично не считаю це правильним і достойним поведенням. Тільки яким-то мирним путем. Я считаю, що травле вообще ни в якому віде не допустимо. Буллинг в країні, буллинг в мірі – це то, що должно пропасть як смысл вообще. Ні проти кого? Ні проти людей з нетрадиційною ориентациєю, ні проти женщин, ні проти артистів, які неаккуратно высказались. Крах любой держави починається з розколу громадства на своїх і чужих. Одній метод змінити становища – це диалог. Мірний, конструктивний і на усіх узровнях. От тих, хто виходить на вулиці, каб выказати свою думку, до представників влади. Миколай Скинсіян, Василий Асіпсоў, Телерадиокампанія Гомель.